всем привет с вами при и вы дождались сегодня мы наконец-то осматриваем воинов специализации оружия увы воина специализации не стоя решил отбросить потому что относительно скоро выйдет обновление 732 а там скорее всего и возможно рейдовый какой-то контент и смена классов смена приоритетов там статы не статы спеки не спеки и blizzard очень сильно любит перегонять два каких-то дамагерских спек гонять просто один спек в другой спек и так можно сказать весь легион история воинов такова что сначала они играли в оружие потом неистовстве в оружии потом опять неистовстве и сейчас опять в оружии то есть столько смен произошло оружие на мой взгляд смотрится в текущий момент более стабильнее и намного домашнее скажем так осмотреть трех воинов оружие нам сегодня предстоит двое весьма одетых один средненько в этом мне поможет майдия алло алло все вместе да тут майдия на врыве сегодня мы осматриваем трех воинов у них есть некоторые недочеты и сегодня мы поговорим об этом и так же как и в прошлой аналитике поговорим о тигеле и сделаем мини итог что нужно начинающим арпус воинам и к чему стоит стремиться итак начнем же первая оружейка можешь ее уже открывать это гордуни игровой мир ник персонажа субэд в принципе ссылочку я скинул и он пишет крым было бы здорово получить советы по поводу того что можно заменить из армских легендарок нет только головы и ног но как мы видим он уже голову похоже получил наконец-то его можно поздравить по 3 ням говорит вроде бы все есть ну вот рассказываем что ему стоит заменить из этого и клипа каким капом подойти и что лучше сделать для повышения дпс в принципе ну судя по шмоту который ты уже выбил и одеты на тебе могу посоветовать добавить побольше искусности то 72 процента как-то не очень много нужно чуть-чуть побольше этого можно достичь поменяв пояс в принципе какого-нибудь 930 даже крит и квипа он сойдет хотя 945 у тебя тоже неплохо что он дает майн стату но у тебя там ненужный крит в принципе даже скорость его почти 1000 этого крита это очень да да он он вообще не нужен если ты поменяешь пояс день на искусность универсальность приоритете на искусность процент искусность и возрастет плюс также можно сменить одну триньку то есть и глефы сменить на двигатель с водительной девы подожди а мы похоже его не так смотрим еще разок давай-ка я обновлю арморе этого субэта потому что у меня он с двигателем 900 все это уже обновил теперь с двигателем да нормально вот с двигателем значит поменять только пояс нужен с нужными статами потому что крит в принципе он не нужен если поменяешь пояс с приоритетом искусность у тебя искусности будет овер даже 80 процентов я думаю наберется а это в принципе идеально по поводу тир кусков все ли у него правильно что можешь сказать по тир кускам могу сказать все в порядке у меня такие же тир куски взяты все более полезные статы таланты ну таланты в принципе единые таланты да таланты единые но я смотрю что у нее взятые на ауе урон получается титаническая мощь у него плюс кровопускания в текущий момент так ну это да но у него взятые размашистые удары с опустошителем а ну но в принципе но в принципе если даже на некоторых боях при учетах нужен нужных треник например даже взять все бои с горотом можно даже играть с опустошителем при том если у тебя есть часы с александр они у него есть боевой крик будет откатываться быстрее за счет быка а опустошитель будет откатываться быстрее с помощью удара колосса то бишь по собственному опыту могу сказать что бурсты бурстить ты будешь где-то в полтора-два раза быстрее тоже зависит от уроков плюс если у тебя четыре куска есть то и увеличенный урон отказки будет плюс за 4 за счет четырех кусков будешь навешивать еще дополнительных три смертельных удар там по-моему два за счет опустошителей 3 за счет вихря клинков смотря какой талант используется в последнем зале от себя могу дополнить и охарактеризовать эти мысли воедино потому что они как-то несколько водянисты сейчас были разложены используя четыре куска т20 ты сокращаешь кулдаун своего опустошителя или вихря клинков используя удар колосса когда ты дамагаешь при одетом аксессуаре соприкосновения судеб то ты откатываешь свой боевой крик и все эти два мощных кулдауна откатываются откатываются намного быстрее и ты будешь лишь чаще да в принципе мысль верная и абсолютно все верно давай теперь откроем его в прогресс и заглянем на его реликвии что же у него там такого интересненького вставлено суббет гордуни 65 уровень артефакта первая реликвия у него не самое лучшее это та которая там клиф рассекающий удар такое себе учесть что на 945 это было это тоже она 930 плохо разве написано железо 930 а вот сейчас обновил все 930 меня есть далее 945 кровь на увеличение 10 максимального запаса ярости и далее 935 тьма на вихрь 5 процентный вот такие вот три реликвии у него что скажешь что менять менять по-хорошему нужно все но в принципе можно ставить только из них 945 релик за счет то что только и клипа то есть как вариант что ему делать каких рейдов дропать и какие вообще реликвии являются самыми лучшими для армс война давай сразу поговорим об этом сам начнем самых лучших самые лучшие реликвии на мой взгляд это реликвия сокращению при нажатии удара колосса следующая атака сократит расход ярости на следующие обилки то есть на казнь и смертельный удар это по типу крови с девы как я правильно понимаю который у тебя в текущий момент вставлено так потом второй релик можно взять на вероятность срабатывания тактика то есть процент при нанесении урона есть увеличивает шанс что удар колосса обновиться то есть можно то что удар колосса завершить свое время действия завершить свое время действия восстановления так будет сказано вернее так и 3 релик можно принципе ну тут сугубо уже что упадет что не упадет но на мой взгляд лучше всего либо релик скилл джедена можно взять на увеличение урона мощного удара потому что мощный удар мы спавним это тьма насколько я правильно помню да это тьма либо на урон от вихря клинков либо опустошителя на то есть на усиление правого таланта он тоже может падать скилл джедена то есть там два это уже хороших релико падать с ласта рейда гробниц саргейс именно на усиление правого таланта это кровь а тьма это на усиление мощного удара да в принципе реликвий полезных у воина много и самое главное на самом деле найти именно свои если тебе не нравится как у тебя прокает тактик то есть если тебе не нравятся такие простое что ты частенько висишь без колоса то эксполит за выкнесс то есть тактик усиленный прок можно поиграть на него если же ты хочешь дополнительно продамагивать после того как повешил колос то есть уменьшать последующую используемую ярость на смертельный удар или казнь то ту реликвии которые были писаны самом первом случае типа крови с девы или тьмы с возвращение в каража которая как вижу у тебя вставленном окей и и по сути больше от своей игры ориентируйся и если вот как максим сказал если тебя мало прокает колосс значит нужно акцент сделать более на реликвии которые на вероятность прока тактика если тебе не хватает ярости на каких-то там боссах ну и чувство что тебе нехватка такая то нужно брать реликвии на сокращение типа ярости нас последующие удары казни либо смертельного удара и ничего не мешает даже иметь вставленных два одинаковых либо на тактик либо на сокращение ярости ну три нецелесообразно одинаковых брать два еще как-то более-менее можно вот смотри по поводу вообще билдов на воина то есть как я правильно понимаю первая полоска талантов это берется неустрашимость в соло-таргет и размашистые удары в 2 плюс цели надо да все верно или 3 плюс цели как лучше реализовать этот талант даже в 2 если есть где что клевать тогда этот талант себе будет оправдывать хорошо хорошо далее талант уже больше настроен на контроль мобов ударная волна в них плюсы для покорения там не знаю соло контента или спринтов можно взять удвоенное время далее как я правильно понимаю идут таланты комбинирующиеся третья и пятая полоска если берется кровопускание доберется титаническая мощь если берется травма доберется боевой запал от чего зависит выбор этих двух талантов расскажи так выбор двух талантов ну кровопускание обычно берется на full соло цель либо две цели можно тоже врать но это нужно следить за за таймером кровопускания до короба сканина обоих целях так травму лучше всего брать ну папа мне в рейды она так себе вот в мифике плюс можно еще на себя может оправдать на это при учете если тебе будет следующий в таланте получается 75 боевой запал до боевой запал и при учете легендарки пояс тогда мы в принципе неплохо себя оправдывать но по крайней мере я беру в мифик по земле больше аватару чтобы максимально внести бурстовый урон в паки с адами чтобы быстрее их залить как говорится быстрее зальешь и быстрее мобы умрут да да все верно к тому же сейчас неделя такая абсолютно дурная по типу взрывоопасного укрепленного кишащего мобов много мобов надо бурстить кому-то надо играть по сферам кому-то надо бить мобов и если вы посмотрите какие-то наши записи на моем твич канале по типу 18 17 ключей то там у меня всегда идут полоски нашей ротации и вы прекрасно всегда можете все это дело осмотреть то есть как что когда кто прожимает какой-либо момент ну хорошо от этой темы уже уйдем четвертая полоска это предельный шаг для соло игры а если нужно пережить большой дамаг когда-либо то оборонительная стойка оборонительная стойка врубается в тот момент когда нужно пережить дамаг и повторным кликом вы ее убираете и продолжаете наносить стопроцентный наносимый урон далее талант добивания это постоянный да сейчас он ни на что не меняется верно да ну в принципе некоторые более такие профессиональные игроки на именно даже могу сказать на килл джд они мифической сложности некоторые берут вместо добивания сосредоточенную ярость он в принципе неплохо себе показывает в этом плане последний таран последний талант берется опустошитель или выпад верно на пустошительный опустошитель либо выпад но смотрите если вы там только осваиваете каких-то боссов мифических где экзекьют фаза еще будет ну достаточно долгая то мой совет лучше взять все равно дополнительный выпад потому что когда у правил цели меньше 20 процентов чтоб чаще юзать получается казнь со смертельным ударом вам нужно чтобы быстрее регенилась ярость чтобы она быстрее ярость и гривили регенилась нам нужен именно вот этот талант потому что когда мы наши способности ближнего боя боя с вероятностью до 60 процентов в зависимости от недостающие здоровья цели могут вызвать срабатывать дополнительные атаки то есть нанесет еще дополнительный урон и будет регенерировать нашу ярость чем меньше у цели здоровья тем чаще будет срабатывать данный эффект да данный эффект тоби и ярость будет регениться быстрее то есть ваши казни будут чаще урона будет больше и будет более эффективно чтобы добить данную цель а если брать быстрые бои где экзекьют фаза в принципе очень короткая то можно играть с опустошителем без проблем допустим при покорении миф плюсов при их армии да 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 она там более эффективно себя показывает чем дополнительный опыт окей от разбора талантов мы ушли реликвии мы разобрали с некоторым шмотом с основными шмотами разобрались и перейдем к следующему воину уже пора бы итак воин аргол 935 эквипа небесные скитальцы я с ним лес он задает такой вопрос на что делать упор с такими реликвиями раз вопрос про или про реликвии когда нам сразу же стоит осмотреть его реликвии и так аргол я с него и лес открываем его на в прогрессе сейчас я обновлю его страничку заранее чтобы она обновилась уже стопроцентным и мы видим у него три реликвии как иначе то первое реликвия тактик вторая реликвия тактик и третье реликвия тактик но по поводу реликвии уже все было сказано ранее процитирую три одинаковых реликвии вставлять не нужно в текущем моменте у тебя наименьшего эквипа именно железо 930 на тактик хотя она упала тебе с амк это весьма классно могу поздравить лучше мк очень редким является в игре с недельных сундуков замени его как вариант покупай за аргунит или пытайся выбить с рейдов какое-то железо по полезней те были которые сказаны ранее по типу уменьшение затрат ярости после колоса или на усиление правых неправых талантов что-то типа такого поищи найди и выбей себе как вариант лучшими реликвиями железо правильно помню является железо с каземат верно так что гоняй казематы и радуйся два разных релика там железо и тьма верно да да но по сути у тебя еще и не совсем плохо даже с этими реликами то что три одинаковых но это еще как бы можно терпимо но может один нужно поменять в принципе не отказываясь от своих слов ты изначально сказал что три релика глупо одинаковых так что все нормально но а по поводу аксессуаров как я вижу у него стат стик на силу и мастере и часики 910 которые ему упали с аргунита то есть он весьма хорошие сетри не достал с этого аргунита классно ну и остается просто большего типа выбивать вещи принципе да в принципе все нормально все в порядке да по шмоту и по сет бонусы нужны и тировые легендарки самые нужны ну но просто еще в брасах конечно там крит этот ненужный самом-то деле а так нормально запястья какие-нибудь там с указ шары по типу универсальность плюс искусность да 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 они вот самые такие бисовые будут переходим к следующему нюрроса сначала я подумал про этого ворот что он небольшая отсылка к одному очень хорошему человеку но в итоге увы нет итак этот человек спрашивает нас по поводу чарок и камней абсолютно все чарки идут на искусность что чарится на шею так чаримся на подготовленного подготовленного солдата то бишь который дает нам постоянные 600 искусности до 600 искусности далее получается на прирост дамаги идет от искусности легендар очки у него не самые лучшие как я вижу то есть у него кило джд на и ножки их надо менять а именно на колечко каменное сердце айалы хоть оно и было занерфлено около там месяца полутора назад но все равно проки казни которые усилены от правых талантов в нашем стромкаре в оружии какой нашим в вашем стромкаре они все-таки усилены от правых талантов эти казни они усиливают смертельный удар следующий на 75 процентов если два стака набирается то уже 75 на 2 120 на что у него по шмоту вроде бы глянь проценты все хорошо а нет искусности его и ромала искусности очень мало очень много так мы сейчас будем по порядку у него кольцо с критом у него перчатки с критом голова с критом причем 1100 крита ненужного ну и все все вещи на крит я осмотрел и озвучил меня их то есть колечко вот это 900 можно заменить пробую одеваться за аргу нет это в принципе не требует каких-то особых затрат по времени и это весьма интересно и кайфовенько да и как я вижу стигелем работы вообще не было или мне кажется ну-ка давай посмотрим его в в прогрессе посмотрим что он из себя представляет в плане реликвий этот воин и так у него 915 железо на усиление вихря от рассекающего удара не самая лучшая реликвия далее 905 колба на кровь на увеличение 10 максимального запаса ярости с гулдана тоже такой себе релик и далее тьма с локалок на усиление критического удара от казни на пять процентов такие себе релики относительно средние ранее уже реликвии были сказаны можно сказать почти тысячу раз и вставить нужные я думаю не будет особой проблемой потому что сейчас одеваться можно хоть где хоть с кем почти и не забывай о системе миф плюсов как я вижу у тебя ни одного подземелья в 7-3 а это очень плохо войны сейчас являются достаточно сильными дамагерами и найти себе какую-то группу для фарма десяток даже при твоем текущем шмоте правильно прочаришь его просокетишься и все будет в принципе идеально да 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 вот этот вопрос главное все чарить все просокетить да ты пока рассуждай а я открою твой тигель так ну во первых не забывайте всегда чарить свои вещи вставлять самые лучшие камни чарки на плащ на шею это это вот ваш как ли показатель того как вы относитесь к своему персонажу как вы будете относиться к своему персонажу так и у вас будут россии ваши результаты если вы будете на так на пофиг относиться тогда вас мало что будет выходить вас будет мало куда брать и ваша игра не будет сильно не вас радовать не ваших оппонентов именно так я готов осмотреть твой тигель ну что ж самые первые таланты у всех одинаковые это на усиление пяти эквипа к реликвием итак вторые тиры талантов давай открывай свой железный релик чтобы у тебя тоже был наглядный пример чтобы ты видел о чем я говорю ты вкачал привязку теней и решил пойти через тьму как я вижу и какой талант ты будешь прокачивать в итоге центральный центральный да на увеличение урона от вихря клинков или опустошителя а самый правый талант что у тебя там было колос какой-то я не помню что это а ну это удар клоссов с повышенной вероятности сокращает ну следующее применение смертельного удара или казни сокращает затрат ярости да 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 сокращение затрат ярости не особо то приоритетно намного приоритетнее прокачать правый талант а именно вихрь клинков при лям что у нас житель 22 релика стоит на вот на именно на это сокращение так подожди еще раз доберемся до этого и так далее второй релик кровь тень просто идеальная то что тебя прокнуло 500 искусности они какой-то дурной прок по типу ау я дамага или еще чего-либо и что ты будешь прокачивать здесь буду использование слабости вероятность срабатывания эффекта тактика неплохо то есть самый левый талант кайфовенько и тьма ты пошел через свет самый левый талант это по моему реген хп от смертельного удара что-то типа такого самый-самый дурной таланты так самый левый да а получается тьма самый-самый правый таланты будешь прокачивать и он также на прок тактика тот на на прок тактика в принципе неплохие реликвии и бонусы приятные то есть реально нужны два тактика позволят намного чаще сдавать удар колоса а чем чаще сдавать удар колоса даже если он висит по цели то суть такова что в артефакте у воинов оружие есть такая интересная вещица сейчас я найду открою покажу вам шаттеры дефенс типа сломанная броня что типа такого не помню . гривот уже сити брешь защите сломанная броня мой английский зваривал вот после использования удара колоса ваш следующий удар смертельный или экзекут казнь нанесут на сколько там больше дамага на 50 процентов верно то есть голос потом смертельный удар колос смертельный удар колос смертельный удар и такая ротация выдаст очень много дамага по соло таргету самое главное не забывать про какие-то остальные бафы и проки как вариант весьма неплохо хорошие проки и какой там у тебя в текущий момент 68 то есть ну в принципе мы с тобой наравне идем ты тоже скоро первая особенность артефактов качестве лишь кайф кайф что можешь еще посоветовать начинающим воинам уже маленько так к завершению будем идти так посоветовать чем полезного такого воодушевляющего я не знаю ну во первых не отчаиваться если вам не падает какой-то нужный шмот просто старайтесь целлютонаправленные детей можно даже сказать такой к своей цели тогда рано или поздно нужные вещи вам упадут так еще что можно добавить ну можно даже и не брать в плане экипировки настройки свой интерфейс для отслеживания от этих всяких различных проков либо вот этой самых брежь защиты согласности армии погибели легиона чтобы максимально под этими проками наносить максимальный свой урон потому что армс варьер вот именно поэтому и хорошо что он может за счет одного удара насти огромный он по цели именно если рассматривать такую экзикут ротацию да все таки я какой-то не ту конечно полез тема но все же экзикут ротации в армс война идет таким образом что вешается колос следом идет две казни потом опять же вешается колос и только после этого идет смертельный удар верно да 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 разряжение и именно этот смертельный удар финальный так сказать усиленный от правых талантов казни на два раза на 150 процентов по факту усиленный от колоса на 50 процентов талант который мы осмотрели минутой две назад смертельный удар нанесет огромнейшее количество урона сколько там 5 6 миллионов 4 напомни он даже может вылететь там под в семь с половиной ну в общем я зависит от вашего эквипа броков тринкетов согласованности и каких-либо других рейдовых бафов на дамаг как урока вам он может очень сильно поэтому я вот и упомянул настройку интерфейса чтобы вы могли отслеживать вот эти всякие бафы на силу ну много смотря какие у вас там тринкет и что у вас там одеты чтобы в этот момент вы могли максимально ударить по голове противнику именно так же на идея периодически стримит я разумеется стремлю его кину в описании к этому видосику если у вас есть желание то вы заходите там поддержите его пары добрых слов как говорится спасибо ему передайте но какую-то там хотя бы поддержку окажите как говорится и учитесь там смотрите находите там редко подрубаешься но нормально самое главное что подключи подрубался и люди бы хоть что-то смотрели потому что что ваше желание потому что те люди которые заходят ко мне и просят по типу покажи шмот воина покажи его реликвии или покажи еще что-то типа такого вот он пожалуйста сайт в прогресс также открываете ник майде и смотрите они абсолютно все реликвии артефакт рейдовый прогресс гильдия ингенем все кошерно все кайфово говорится аркана кристалл 880 у кого-то 910 да уж вы уж его извините там за какие-то его заминки за прочие какие-то моменты все таки он с нами тут первый раз появляется не то что этот петух на слой эти савины как говорится он по второй уже раз удосужился попасть в аналитику савины просто сказать можно многое а как тут это все скомковать в одно очень тяжело много информации а это нормально мысли всегда много хочется донести вас вам самые такие важные моменты заходите на стримы ищите топовую информацию спрашивайте о чем-то и просто будьте хорошими людьми всех вам благ счастья здоровья как говорится легендарок побольше чтобы легендарок было побольше надо писаться на все но вы поняли короче в общем ставьте лейку и делайте подписос берегите ноги до скорого всем пока